Доброго времени! На сегодняшний день электромобили продаются все чаще. И начиная с 2011 года самым продаваемым электромобилем в мире является Nissan Leaf. С 2011 года автомобиль претерпевал очень большое количество различных доработок, инноваций. Менялась химия батареи, менялись инвертора, увеличивался запас хода за счет большей емкости аккумулятора от 24 кВт до 30 кВт. Все это мы наблюдали на протяжении 8 лет. И с 2013 года мы наблюдали это на собственной шкуре в Украине. Но Leaf оставался прежним. Каким он был с 2011 года, вот таким вот он и оставался до 2017. Ведь в конце 2017 года компания Nissan показала миру наконец-то второе поколение. Второе поколение бестселлера. 40 кВт, новая внешность, увеличенный запас хода и этот автомобиль точно станет желанным. Если предыдущий Leaf покупали из практических соображений, то этому светит покупка из эстетических соображений в том числе. Что же можно рассказать о новом Leaf во втором его поколении? Автомобиль претерпел очень сильный рестайлинг. База автомобиля осталась от первого поколения. Это можно заметить невооруженным глазом, исходя из того, что у нас не поменялся свод крыши, у нас прежние дверные разъемы, у нас даже в салоне остались прежние дверные карты. Существенно изменился фасад, корма и профиль автомобиля по лицевым навесным деталям. Крылья, фары, бампера, капот. Все это очень сильно изменилось. Автомобиль получил опять же традиционный аэродинамический дизайн. На сегодняшний день его коэффициент CX сопротивления 0,28. У автомобиля в данной комплектации Vizia, это европейская комплектация автомобиля, мы видим 16 диски на аэродинамических колпаках, по стилистике, очень подобных по решению, как у Model 3 Tesla. Мы наблюдаем фару с модной на сегодняшний день дневной ходовой ресничкой. Очень интересное решение решетки радиатора, с некоторых ракурсов выглядит как модный нынче в дизайне полигонал. Новый лючок, он теперь размещен выше, позже покажем, что под лючком находится. У нас появилась парящая крыша, обратите внимание, задняя стойка получила вот такую вот изогнутую форму. Ну и естественно новая светотехника на корме. Больше изменений таких вот серьезных автомобиль получил естественно технически. Теперь у нас новые инвертора, теперь у нас обновленный двигатель, 40 киловаттный аккумулятор, который обеспечивает больший запас хода. У автомобиля теперь 150 лошадиных сил, плюс приблизительно 30 ньютонометров крутящего. Машина получила улучшенную ходовку, более европейскую ходовку. Теперь машина немного жестче, более контролируемая. У нее по-прежнему низкий центр тяжести, что очень здорово на поворотах и обеспечивает максимально правильную развесовку по осям и по углам, по нагрузке на каждое колесо. Давайте посмотрим подробнее, что у нас находится под капотом. Крышка капота стала чуточку короче относительно прошлого поколения. Приблизительно все выглядит точно так же, но более современно. Видно, что узлы и агрегаты стали компактнее, аккуратнее, больше каких-то отрисованных деталей. Даже вот крышка выглядит уже как-то приятнее. Под лючком у нас находится традиционно зарядка. Ключ на три кнопки. Это европейский автомобиль. Здесь нет кнопки паника. Вот такой у нас лючок. Традиционный разъем. Разъем Чадема. Автомобиль принимает на борт 7 киловатт. Крышка лишилась пружинки, которая была в прошлом поколении. В принципе, это не самое главное упущение. Я думаю, что сильно не повлияет на жизнь. Зато более тактильно закрывается. Это уже приятно. Фара получила более сложную конструкцию. В комплектации Визия у нас отсутствует туманка. Колесные диски в базовой комплектации 16 на колпаках. Как я уже говорил ранее, у автомобиля остался прежний монокок на прежней базе. Больше всего это бросается в глаза по дверным проемам и дверям. Даже дверные ручки остались, как и ранее, с бесключевым доступом, с уже знакомой кнопкой. Открывая дверь, вас встречает обновленный интерьер. Приборная доска претерпела большие изменения. Теперь она уже не двухэтажная, как ранее. Мы встречаем очень красивый руль с отголосками сотрудничества Ниссана с Мерседесом, потому что стилистически здесь узнать Мерседес как-то вот прям хочется. В базовой комплектации Визия мы видим тканевую обивку салона. В Аценте это другая будет уже тканевая обивка салона. Далее мы можем наблюдать в комплектации N-Connect и Текна кожу, алькантару и прочее. Но об этом мы покажем вам позже, когда такие машины будут в наличии. Безусловно, не изменилась и посадка в автомобиль. Мы имеем ту же самую ортопедию посадки. Все как и в первом поколении, но гораздо более интересно выглядит. Новое рулевое колесо очень хорошо ложится в руки. Кожаная отделка, к сожалению, опция. Регулировки у нас по-прежнему только вверх-вниз. Вылет руля нерегулируемый. В принципе, этого достаточно. Кресло по-прежнему лишено электрорегулировок. Возможно, в более богатой комплектации регулировки появятся. Пока об этом информации нет. Новый монитор у нас на приборной доске. Выглядит очень красиво. У нас теперь аналоговый спидометр. У нас теперь новое цифровое табло эконометра. Также мы можем смотреть на заряд батареи. На руле переключается и температура, и, я так понимаю, это тоже из расходомера наша любимая линейка. Елочки больше никто собирать не будет на втором дисплее. Можно обратить внимание, что автомобиль различает отрицательную температуру окружающей среды снежинкой, как это уже принято. Есть часы. Всегда под рукой у нас остаточный заряд батареи. Что еще интересного? Машина различает знаки. Мы сейчас находимся на парковке. У нас есть табло для знаков дорожного движения. Индикация режима в движении. Индикация E-педали. Индикация E-педали. И аналоговый спидометр. На новой цифровой панели теперь у нас все красиво, все видно, все считывается элементарно. На центральной консоли можно видеть в базовой комплектации магнитофон с радио, с CD-чейнджером. Климат выглядит традиционно полифовски, но получил новое цветовое оформление. Очень радует, что кнопка теперь вынесена сюда на центральный тоннель и подсвечена синим. Здесь же расположена отдельная кнопка эко. Ее убрали с руля. Вот она, кнопка индикации включения E-педали. Это режим, при котором автомобиль тормозит при отпускании педали акселератора. Джойстик управления режимами движения остался прежним. Теперь он черный. С очень красивой такой вот вставочкой. Немного уменьшился подлокотник. Подстаканник стал другим. Низ приборной доски, в принципе, тот же самый, пожалуй. Здесь у нас теперь такой мягкий кожзам с синей строчкой. Это новый декор для лифа. Очень приятно, что он есть даже в базовой комплектации. В европейском автомобиле здорово все видно. В европейские правильные зеркала заднего вида. Также зеркала обладают индикацией слепых зон. Что еще сказать? По-прежнему есть USB-порт. Очень приятная ниша для мобильного телефона. Судя по ее архитектуре, скорее всего, в более богатой комплектации мы увидим там и беспроводную зарядку для смартфона. Органы управления на рулевом колесе вынесены традиционные. По левую сторону мы управляем нашим монитором на доске приборов. По правую руку мы управляем мультимедийной системой. Все остальное осталось прежним. Естественно, у европейского автомобиля есть туманки. Естественно, такую машину сертифицировать будет гораздо проще. К слову, тут уже стоит сказать и о цене такого автомобиля. Визия будет доступна за 36 тысяч долларов. И это автомобиль гарантийный в Европе на протяжении 8 лет по агрегатной части, либо 160 тысяч километров. То есть батарея, инвертор у вас под гарантией. Вы уже будете обладателем автомобиля со всеми правильными привилегиями. А там посмотрим, может в будущем и официальный Ниссан Украина будет возить эти автомобили. Пока данная информация неизвестна. Автомобиль по-прежнему традиционно включается. Передвигаем рычажок. Отпускаем педаль тормоза. Он очень так сразу начинает хорошо катиться накатом. Но как только мы включаем Е-педаль, я убрал ногу. Я убрал ногу, машина сразу же притормозила. Я заново кладу ногу на педаль акселератора. Убираю, тормозит. Вот сейчас мы маленький такой кружочек проедем, чтобы показать этот функционал. Ниссан декларирует, что приблизительно 90% времени за рулем автомобиля вы будете использовать только педаль акселератора. Не пользуясь второй педалью тормоза. Педаль тормоза у нас теперь только для экстренных ситуаций. В ходу машинка стала чуть-чуть жестче. Чуточку острее рулевое колесо. Рулевое управление, как прежде, очень точное, очень приятное. И только мы отпускаем акселератор, машина сразу же входит в торможение. Набирать он стал быстрее. 7,9 секунды до сотни у нас. 150 лошадиных сил теперь доступны. Проверить, к сожалению, телеметрию мы сейчас не сможем. У нас кругом снег. Вот, ну, скажем так, восприятие, ощущения немножечко уже более активные. По-прежнему переключением двойным положения драйв мы включаем усиленную рекуперацию. То есть, B-режим, B-моды. Вот я сейчас вообще не пользуюсь педалью тормоза. Я полностью регулирую газом. В принципе, получается довольно нормально. Подхват из режима B-моды в драйв-моды ощутимый. Ощутимый ходом. В принципе, ощущается, как и должен быть лифт. Есть положительные изменения. Они не так существенны. Безусловно, на машине надо нормально поездить. Понять, насколько ее хватает. Сейчас у нас новая машина. Она прошла за жизнь 16 километров. Только вот с конвейера, с завода. Такой дефицитный продукт. Сейчас запас батареи 82%. И количество запаса по километражу 174 километра. Утром, когда было 91%, показывало 245 километров запаса хода. По тестам внутрияпонским автомобилю прогнозируют 400 километров запаса хода. Это очень оптимистический прогноз. Но мы понимаем, что до 300, до 300 эта машина должна выезжать. Очень приятная. Ну и в завершение пару слов о багажнике. Багажник по внутреннему объему не поменялся. Но мы наблюдаем приятную мелочь. Это шторка, которая теперь есть у автомобиля. В его базовой комплектации. Обычная зарядка, к которой мы все привыкли. От штекера 220. Приятное дополнение в виде кабеля Mannekes. Естественно, мы видим здесь ремкомплект. Он не изменился, слегка поменялся дизайн. Все, опять же, фирменная Continental. Ну и, собственно, вот такой новый Nissan Leaf второго поколения. Будем рады показать, будем рады продать. Все контактные данные и информация в описании видео. Оставайтесь с нами. Дальше мы познакомим вас с новыми комплектациями Leaf и ожидаем модуль 3 Tesla.